19 часов 5 минут в российской столице. Это Финам-ФМ, у микрофона Юрий Пранько и ежедневная интерактивная программа «Реальное время». Сегодня с моим гостем мы будем подводить политические итоги уходящего 2012 года. Я с удовольствием представляю своего собеседника. Это Глеб Павловский, президент Русского института. Глеб Олегович, вечер добрый. Вечер добрый. Напомню, средства коммуникации. Для звонков и ваших вопросов с комментариями, мнениями Павловскому на 65 10 99 6, код Москвы 495. Если вам есть что написать, пишите на финам.фм. Также на портале идет и прямая веб-трансляция. То есть вы можете смотреть, слушать все средства коммуникации к вашим услугам. Пользуйтесь моим личным аккаунтом в Твиттере. Туда также можно направлять свои вопросы или комментарии. Глеб Олегович, ну вот на мой взгляд, все-таки главное политическое событие это выборы президента, как это не банально звучит. Все-таки это веха, которая предшествовала первая болотная, когда, в общем-то, можно сказать, власть, не знаю, зашевелилась, потуги у нее произошли определенные. И затем мы, в общем-то, увидели возвращение нового старого президента, который, как я вот вспоминаю, первое интервью Russia Today. Мы очень долго думали, как же назвать-то первое интервью президента России. Но какого президента России? Тогда мы придумали первое интервью президента России после третьей инаугурации. Вот это было действительно событие. На ваш взгляд, президентский выбор действительно событие? Ну, конечно, они были событием. Были ли они таким уж важным, главным событием этого года? Уже я затрудняюсь сказать, потому что, конечно, они были очень важным событием для самого Путина в его личной биографии. Но, конечно, после рокировки сентябрьской с Медведевым 2011 года они были предопределены. И результат их был предопределен. На самом деле, никакая болотная здесь принципиально ничего не меняла. И даже действительно очень плохие, на самом деле, реально, если иметь в виду реальные цифры, результаты декабрьских выборов для Единой России, они тоже ничего реально не меняли. Ну, если бы мы имели реальные цифры, значит, в нескольких регионах Единой России, значит, просто оказалось бы в меньшинстве. И ничего страшного бы не произошло. И в Думе была бы немножко другая картина, было бы меньше большинство. И, вероятно, трудно было бы добиться, чтобы Дума единогласно проголосовала за этот антисиротский закон. Но все равно, понимаете, здесь как раз это наименее интересная, мне кажется, часть этого года. Это какой-то его событийный каркас, что ли, ряда неверных действий. Потому что, в конце концов, и сам Медведев мог бы, если не хотел отказаться идти, и отказавшись идти в президенты, в кандидаты в президенты, он мог это сделать несколько иначе и более открытым способом. И тогда, кстати, я думаю, и взрыв негодования был бы меньше, и результаты Единой России в Думе были бы лучше. Вот. И эта часть процесса пошла плавно. Но что-то начало происходить. Я уже здесь много раз говорил о том, что сегодня это как бы общее мнение, что прежняя система Путина разрушена. Она разрушилась, разрушена им, разрушилась сама. Это уже не так важно. Это уже было признано сегодня. Этой системы нет. Да. А в начале этого года, когда я говорил, мне казалось, что я высказываю какие-то парадоксы. Вот. Но сегодня всем очевидно, что вот эта система управляемой демократии, управляемой электоральной демократии, напомню, ее сегодня нет. Значит, выборы сегодня просто не выбрать, а прямо в лицо говорят. Ну, не выборы. Мы договоримся без тебя. Дума, не дума. Действительно. Вот еще полгода назад Озунг, которым сейчас, вот, под которым собирает сейчас новая газета подписи за, значит, перевыбор Думы, он оказался как, в общем, на самом деле он был реально политически слишком радикальным и излишним. Под ним не было, как бы, материи, не было эмоций. Сегодня эта эмоция уже есть, потому что видно, что в чем она. Дело не в том, что принят этот закон, а дело в том, что как он принят и как показали себя эти люди. Поэтому, если раньше ты мог говорить, ну, в конце концов, ладно, это цена реформ. Мы вот сейчас подготовим пакет реформ и будем его аккуратненько проводить, работая с этой Думой. Вот правительство, не важно. И понятно, что было бы в сухом остатке. Да, да. А сегодня, ведь сегодня тогда, сегодня сама эта мысль смешна. С этой Думой вы никакого рационального пакета, никакой рациональной работы вести не сможете. Мы видели этих людей. И сегодня они, значит, сказать, это уже их собственный маленький бонус, видимо, за хорошо, за хорошее голосование. Они гоняются за Познером, значит, сказать, по судам. Это чем мы будем в следующем часе обсуждать. Это очень смешно, потому что, значит, они нашли цель. Ведь Познер, собственно говоря, это вообще не оппозиция, это истеблишмент. Это просто часть, это человек истеблишмента, может быть, в большей степени, чем они вместе взятые. Вот, то есть это уже истеблишмент, саморазрушение истеблишмента идет, понимаете? И поэтому какую роль здесь играют вот эти выборы Путина? А вот такую, что Путин, как мальчик-спальчик, заблудившийся в дремучем лесу внутри собственной системы. Он ее не понимает. Он не понимает, где она, а где, значит, болото, страшные болотные люди. Он шарахается от теней и слабеет. Он слабеет и он платит. Вот, вот, чем он платит? Прошел год. Посмотрите, этот же год для власти, этот год потерян. Я понимаю, там пропагандисты должны, значит, кричать, что мы героически победили. Непонятно, что они победили, значит, сказать, победили эти громкоговорители на Академика Сахарова, что ли, что они победили. Вот, но год полностью потерян. Власть бездействовала, на самом деле. Она потеряла ориентиры? Она не предложила ничего интересного стране. Пускай абсолютно противоположного, чем хотели бы там болотные люди, либеральные силы. Она ничего не предложила. Она не работала. Год — это очень много в современном мире. И вот Путин заплатил этим годом за способ своего возвращения, за эти свои выборы. И с каждым следующим шагом цена растет. То есть он фактически за то, чтобы за каждый, я думаю, она будет расти за каждый следующий год уже в другой прогрессии. И, значит, мы рискуем, Россия рискует потерять 6 лет за борьбу Путина с собственной системой. Это дорогая система. То есть враг Путина — это сам Путин? Не Путин, а его система, которая в полуразрушенном состоянии перестала быть ему самому понятной. Ему нужен, может быть, меню какой-то, но этого меню нет. И он наугад, что он делает. Он как бы спускает... Это похоже на тактику новичка, как раз не старого туристского волка, новичка, заблудившегося в чаще. У него есть там собаки, ему страшно. Он спускает собак, он начинает громко кричать, не понимая, что он только привлекает зверей, а не отпугивает их. Вот это изображаемая сейчас перед нами виртуальная тирания, направленная против конкретных людей. А вот этих мы помучаем, помучаем, помучаем. А этих мы попугаем, вот Навального попугаем, попугаем, попугаем. А этих помучаем, пусть и раяц, и других. А вот этого слепнущего, мы его не выпустим оттуда, не выпустим, посмотрим, что будет. Вот, понимаете, кого? Кому это уже обращено? Это какая-то художественная самодеятельность. И это, в общем, способ, видимо, избавиться от какого-то внутреннего страха. Это Глеб Павловский, президент Русского института. Сегодня он в реальном времени на Финам.фм. Мы уходим сейчас на краткий выпуск новостей. Но напомню, что вы можете писать, пока идут новости на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. И дозваниваться в эфир на 651099.6, код Москвы 495. Задавать свои вопросы, либо высказывать свои мнения, соображения по поводу, в том числе, сказанного. 19 часов 17 минут, реальное время Финам.фм. Глеб Павловский сегодня у нас здесь в гостях. Мы вместе с Глебом Олеговичем подводим политические итоги уходящего 2012-го. И вы, конечно, участвуете в нашем разговоре. Не забывайте о том, что на портале идет прямая веб-трансляция. Туда же можно направлять свои вопросы. Если власть саморазрушается, если господин президент стал, как вы сказали, мальчиком с пальчиком. Ну, кстати, 13 лет правления подросткового возраста. Да, это вот как раз мальчик еще, да, мальчик. Но меня это все не радует, потому что адекватности, особенно вот вы привели пример Госдумы, он какой-то вообще ужасающий. Это куда катится-то? Ну, катится всегда все вниз, да, вверх не катится. Но вопрос ведь в другом, не надо, я думаю, себя запугивать. Возникла такая вещь, которую, кстати, неправильно называют его, по-моему, оппозиции, как отказ слушаться, отказ от запретов действия, отказ от, так сказать, обучения тебя, значит, чего ты должен, чего не должен делать. Ведь, собственно говоря, люди, которые выходили на улицы, это очень разные люди. И выход на улицы, это было только первой формой отказа оказался. Потом их число стало увеличиваться. Власть поступала что? Власть поступала, как, знаете, как такие карикатурные полицейские, которые, значит, видят лозунги, начинают закрашивать каждую букву в отдельности, так что она становится только виднее. Власть каждый раз педантично запрещает последнее по времени, значит, сказать, изобретение. Вот, значит, были митинги, был закон антимитингов. А сейчас вот уже, значит, когда люди придумали использовать одиночные пикеты, как форму коллективного выражения, теперь, значит, Москва бьет, что и пикетов вам не будет. Мы это тоже запретим, они что-то еще придумают. Да, это, кстати, уже Мосгордума. Да, да, да. Не менее знаменитая, чем Госдума. Да, да, значит, вот они будут вот так бегать за русскими выдумщиками. А теперь всеми будут что-то придумывать, понимаете? Они будут запрещать. Но здесь, что здесь серьезно? Почему катится вниз? Что катится вниз? Вот во всех этих законах сквозной темой проходит уравнение любой принципиальной позиции, любой морально мотивированной деятельности, как политической. Вот, правозащитная она, это все политическая деятельность, а политическая проравнивается к, так сказать, к платной и криминальной. То есть власть борется с моральным началом в человеке. Она разрушает, фактически борется с принципами, с принципиальными людьми. И, вообще-то говоря, у нас этого не было очень давно. Значит, в общем-то, после, ну, даже в советское время это была выборочная, что ли, такая борьба. Власть никогда не объявляла фронтальную войну принципам и морали. А это Путин только что говорил в своем посылании о том, что рост для обеспечения 6-7% роста нам нужно развитие человеческого капитала. Но в середине человеческого капитала, как ни крути человек. Вот, если ты подрываешь его моральную независимость, ты получаешь, так сказать, разрушение этого самого человеческого капитала. Но, может быть, причина в том, что власть аморальна. Это, понимаете, это такой наш русский отмаз. Конечно, она, любая власть в каком-то смысле аморальна или имморальна. Особенно, кстати, бывает имморально считающаяся очень высокоморальная власть. Но, слава богу, наши не так, они себя не считают моральными людьми. Они, значит, скажите... Не утруждают себя такими заботами. Они честно по бабкам. Значит, здесь проблема не в том, что власть имморальна, а в том, что она просто не знает, где ее сверхзадача. Она потеряла сверхзадачу. Вот те самые духовные скрепы, о дефиците которых говорил Путин, они потеряны в первую очередь во власти. И менее всего этих скреп на самом верху. Вот именно оттуда идет, значит, вот эта деградация человеческого капитала. И поэтому власть не способна не предложить какие-то приоритеты. Что происходит? Понимаете, у тебя есть такое слово меритократия. Меритократия в чистом виде не существует в власти лучших. Но любая система более или менее меритократична, если она жизнеспособна. То есть она продвигает лучших. Принцип самосохранения, согласен? Да, и она нуждается. Или как-то их нанимает, не знаю, значит, и держит в шарашках. Кстати, в СССР-то так оно и было. Замечательная книга Бовина о том, как они работали. Как-то используют, да. Вот там была, так сказать, тоталитарная сталинская власть. Постоянно пресекала долгое время, несколько десятилетий попытки любой, так сказать, какой-нибудь одной школы, так сказать, занять генеральные позиции в ракетостроении, в вооружении. Да, они создали несколько. Понимая, что иначе, значит, иначе не получат ничего. Не будет танков. А не будет танков ничего. Вот здесь это понимание полностью потеряно и идет такое, вот, кстати, на образовании это очень заметно, которое приравнивается к такому, вот, ну, есть эти вот здания, в них они набиты студентами, которых вообще-то ничему толковому не учат. Надо уменьшить число зданий, значит, сказать, а тех, кто останется, значит, дать им больше бабок за счет, значит, ушедших. Вот это, они что сделали? Они за год, кстати, породили некий такой вузовский пролетариат. То есть возникло недовольство в чем-то более сильное и более глубокое, чем на Болотной. Они, эти потоки существуют отдельно, но они уже существуют. И это тоже, значит, сказать, зачем, казалось бы, создавать себе здесь противников. А тем не менее они создаются. Вот эта борьба с началом высоким, с репутацией, попытка игнорировать, значит, то, что есть лучшее, есть репутация, ведет к тому, что во власти появляются люди, которые считают в праве себя ходить без штанов, так сказать, просто, значит. Под камерами ничего, и нести что-то невообразимое совершенно от имени власти, от имени власти. Ну, там, депутат Меонов, это такая, как бы, красивая, так сказать, игрушка из хауя, значит, сказать, но, в принципе, так же ведет себя и дома. А каким образом потом, ей же работать надо будет. Вот, и она будет только ждать приказов, а Путину все время придется думать, какие приказы отдавать. И он, как бы, вот спускает собак с цепи. У нас теперь отдельно бегает, значит, на очень длинном поводке Следственный комитет. Отдельно носится, значит, сказать, в каком-то зверообразном виде Государственная дума. Отдельно носится, значит, сказать, в каком-то степени, значит, очень управляемое телевидение. А Путин пытается, как бы, да, и там, вот борьба с коррупцией. Ее начинают одни, значит, другие останавливают или притормаживают, а на все это смотрит зритель. Ну, вот, кстати, сегодня экспонент Сердюков, по данным Интерфакса, побывал в СКР и общался со следователями. Вот, Глеб Олегович, на ваш взгляд, своих сдаю или это уже не свои? То есть вопрос даже не в Сердюкове, да, а в том концепте, который декларировался господином президентом. Ну, нет, господин президент никогда не декларировал этот концепт, но он его практиковал. Перед этим 10 лет. Это была одна из сторон управляемой демократией. Сегодня он, так сказать, он вправе, как бы, как, поскольку это никогда не было объявлено публично, он может от этого отказаться. Людей возмущало, между прочим, что вот эти свои, да, значит, сказать, власть своих, причем эти свои становились все заметнее, все богаче. И, ну, и воровали все откровенно. А теперь ведь что произошло? Управляемая демократия никогда не декларировала, что за всем стоит администрация президента. Это было так, но это никогда не говорило слух. Сегодня это, как бы, говорится вслух. Теперь сегодня у нас администрация президента создает партии, значит, сказать, мешает партиям и так далее. То есть она на виду, тем самым, вот эти самые свои попали, значит, сказать, в перекрестие прожекторов. И Путину же с этим что-то надо делать. Но каждый шаг его против них, помимо того, что усиливает риски, он порождает вопрос, а, простите, откуда они взялись, эти люди, они что, их забросили? И вот тоже так же, как, ну, у нас известно, там, Людмилу Алексееву, значит, американцы забросили к нам на парашюте. Навальный, видимо, пермскими лесами пришел, значит, в Москву. Вот, и что, и неужели Сердюков тоже, значит, Сердюков, как бы, глубоко внедренный агент, да, значит, сказать, нет же, это ваше кадровое решение. И здесь выходит, вот, как бы, вообще такая тоже печальная вещь, когда вся система работает только на фильтрацию, причем фильтрами управляют прежде уже отфильтрованные, то на выходе получается, так сказать, идеально, значит, сказать, однородная, значит, сказать, такая масса таких жидких кадровых экскрементов. И она, в ней уже вообще нет ничего, там не за что схватиться. То есть фильтрация приводит к инфильтрации, попаданию вот этих веществ уже. А вы их не можете оттуда извлечь, потому что они все одинаковые, они все с безупречными данными в отношении лояльности и покорности. А те немногие, там, из старого мира, значит, которые когда-то голосовали за Троцкого, вот, их тоже, на всякий случай, удаляют, там, как, значит, Черкунова, там, и других. Просто, хотя это тоже истеблишмент, это то важная часть путинского истеблишмента, это были старые... Так с кем он остается-то? Вот за это и идет борьба. Вот это вот биологическая масса, да, биомасса. Понимаете, вот вы назвали, собственно говоря, за этот приз идет борьба, чтобы остаться с Путиным. Кто будут те последние, которые останутся с Путиным и, конечно, во власти которых окажется Путин. Вот за это сейчас идет борьба. Но Путин, боюсь, в этой борьбе даже не рефери. Это Глеб Павловский. Сегодня он в реальном времени. После краткого выпуска новостей мы начнем и нашу интерактивную часть. Я буду подключать ваши звонки на 65 10 99 и 6, код Москвы 495. финам.фм, это наш портал в интернете. Для ваших письм я вижу ваши письма, они идут. Пишите, звоните, пишите в Твиттер, все средства коммуникации к вашим услугам. Просто не забывайте о том, что вот в таком формате, да, с Глебом Олеговичем мы встречаемся на Финам.фм в последний раз, да. То есть вот когда можно ему напрямую задавать вопросы. Пользуйтесь возможностью. 19.31, реальное время, Финам.фм. Глеб Павловский наш с вами сегодня компетентный собеседник. Глеб Олегович, ну я, прежде чем мы начнем общаться и со слушателями, не могу не задать вопрос. Вы не единожды вспомнили такое понятие, как управляемая демократия. Вот многие же считают вас отцом этой демократии. Вот я постоянно вижу какие-то сообщения, письма, да, вот к правильной кое идет Павловский. Так он же отец этого, родной отец этого режима. Вот знаете, у Победы всегда много отцов, как известно. Да, это поражение сирота, вот, и эту сироту теперь не пустят даже в Америку, а будут, значит, удочерять здесь. Значит, конечно, это, я использую это выражение в данном случае не как идеологическую пароль, а как обозначение системы, которая сложилась в начале 10 лет назад и более-менее функционировалась, даже, скажу, почтенным слушателям, более-менее их самих устраивало, судя по очень многим данным, далеко не только опросов о рейтинге Путина, устраивало очень долгое время, тоже фактически 10 лет. Эта система имела, так сказать, свои недостатки для немногих людей, склонных к политическому активизму, а для остальных сплошные достоинства. В основном связаны с гарантиями социального, так сказать, и причем индексируемого роста, значит, социального обеспечения, гарантиями того, что государство, так сказать, фактически устраняет безработицу, что оно несет, так сказать, а вовсе не жителей муниципалитетов, оно берет на себя ответственность за инфраструктуру, всю жизнебеспечение, очень плохую. Ну, поэтому оно у нас в таком состоянии находится, да. Да, очень вечно не готовую ни к одному сезону, но, значит, сказать... И никогда. Да, да. Но в то же время, да, ты зимой, ты можешь не думать о лете, да, и Крымск, кстати, показал интересную вещь, что наша система полностью не готова ни к одной реально чрезвычайной ситуации, масштабной, системной. Вот на уровне Крыма, Крымск это был идеальный, что ли, модель того, что произойдет, если произойдет два одновременных каких-то стихийных или техногенных бедствия. Тем не менее, система работала, значит, кого-то отстраняли от эфира. Их было очень мало. Зато много-много-много веселеньких клоунов в эфире, и эти клоуны сегодня, и сегодня там, во-первых, они, правда, стареют, но прыгучесть меньше. Это правда. Сегодня на встрече вот Госсовета, да, один из лидеров парламентской оппозиции, ну, так, по крайней мере, говорилось в период предвыборной кампании, сказал, ну, вот я вижу, Владимир Владимирович, у вас очень грустное лицо, что я готов вас повеселить. Вот, вот, да, повеселить, повеселить. Я в шоке. То есть мне постоянно говорят, Райков, почему ты в шоке? Ну, уже привыкни к этому состоянию, да, в конце концов там. Ну, Глеб Олегович, я же всерьез этих людей-то воспринимаю. Они же принимают законы, по которым мы, законопослушные, должны жить. Ну, видите, если даже Маша, как известно, устала веселить Владимира Владимировича, то, значит, остались те, кто, видимо, самые высокоплачиваемые клоуны, но дело в том, что к ним ведь не обратишься в тяжелом случае. Они вряд ли тебе помогут. И поэтому это Путин чувствует. Чувствует. Он поэтому, поэтому ему, отчасти поэтому ему страшно. Конечно, потому что он понимает... Вы считаете Путину страшно? Я думаю, что Путину очень страшно. И это видно по его поведению. У него вот все время такое ощущение, ну, не трогайте вы эту бедную, уже, значит, почти полуразвалившую систему, ну, не трогайте ее. Я же не знаю, не буду знать, что дальше с этим делать. Это же и сейчас уже практически не работает. У него, кстати, прорываются такие высказывания, что вы просто посмотрите, вы что хотите активизировать-то? Посмотрите на это. Он не договаривает, да? Он, конечно, это понимает. Он понимает, но он не понимает связи между своими действиями и состоянием системы. Поэтому он предпринимает ошибочные действия. А кто может подсказать? Ну, сказать, Владимир Владимирович, слушай, ты вообще гениальный президент. Ты много чего сделал, да? Но вот понимаешь, в этой новой системе координат надо поменяться. Есть такая сила, которая может мотивировать? Да, там есть некий, есть такое понятие невидимого имама, а есть некий невидимый советник. Был момент его материализации. Во время этой большой пресс-конференции рядом с Путиным на столе было две чашки. Две чашки, потом вторая исчезла. Значит, сказать, вот, видимо, вторая была для невидимки, для этого вот загадочного невидимого советника. Путин нельзя дать совет человеку, который не хочет, его не хочет просто. То есть он боится? Он не хочет. Ему страшно, но он не хочет распределиться. Откуда он знает, что этот советник сам не лесной зверь, да? Это, помните, русские сказки, ты не смертный, а ты не съешь меня. У него вот этот вопрос к своему окружению, к своему, вроде присыщенному, но крайне голодному по-прежнему окружению, ненавидящему друг друга и готовому поиграть, в принципе, в любую игру, которую он им сбрасывает. Вот он им сбросил коррупционную игру и вдруг тут же увидел, что они готовы далеко зайти. Но не в смысле борьбы с коррупцией, а в смысле борьбы со своими противниками. А дальше начнется продажа очень дорогостоящих лицензий на право считаться некоррумпированным. Это будут очень дорогостоящие лицензии. Там боюсь, что квартир Сердюкова не хватит. А кто будет продавать, Глеб Павлович? Кто? Победившая группировка. Кто эмитент? А, победившая группировка. Чей будет блокпост? Вы знаете, как дорого стоит блокпост, контроль блокпоста в зоне на Кавказе во время военных действий? Это был очень большой бизнес. Вот эти они и будут. И Путин понимает, что нет, сюда так далеко нельзя. Значит, стоп. Он остановился. Начинают искать Сердюкова в его 10 или 20 комнатах его квартиры. Уже возникают слухи, что вообще не могут найти его нет. Не выходит. Даже на спецсвязь не выходит. Это понятно, что эти слухи пускают какая-то из групп его противников, создавая, разогревая ситуацию. Но вы понимаете, мы это, все это вместе, это классическая потеря времени. Потому что, опять-таки, власть занимается чем-то внутри самой себя, а на управление страной нет. А на местах, значит, тем временем расправляют плечи губернаторы, которые, в общем, уже так отфильтрованы были в предыдущую эпоху. А теперь, когда им объявили, что они должны стать перевыбираемыми, они готовятся стать перевыбираемыми. И они первыми подготовятся-то. Они же в руках у тебя фильтры. Они будут их держать. Понимаете? А кто здесь может быть альтернативой? Партия Единая Россия? Это нет, еще один невидимка. Ее возглавляет, как известно, Медведев. И вот где они там, с партией? Потому что фракция не имеет отношения к партии, это очевидно. Фракция управляется, значит, прямыми телефонными сигналами, значит, так сказать, из администрации президента. Партия просто даже не знает, я думаю, значительной части этих сигналов узнает, в том числе и руководство партии. Узнает задним числом, примерно-то даже, когда и мой узнает происшедшим. Вот такая, понимаете, это... А что дальше-то? То есть, ну вот, страх, не хочу общаться ни с кем, не трожьте эту систему. Вы на что позарились? Вы вообще, вы понимаете, на какую систему, да? Вы ее тронете, если я вас правильно понял, да? Вот примерно такая система координат. И? Дальше что? Дальше у нас наши перспективы. Это шельфовый нефтегаз. Вот, они дадут нам что же, что-то, какие-то возможности на какое-то время. Отсрочка, потому что наша методология — это отсрочка. Это отсрочка. Но когда не действует, не управляет власть, а позиции нет, реально нет, то это место не пустое, его кто-то занимает. К моменту, когда, значит, может быть, Путин захочет поговорить со страной, он может обнаружить, что открывает рот он, а говорит тот и другой. И совсем не то, что он хотел сказать. Я боюсь, что это будет следующей, следующей, так сказать, стадии пресс-конференции, где, значит, так сказать, у Путина не будет микрофона. Это Глеб Павловский. Сегодня он в реальном времени на Финам.ФМ. Ваши вопросы на 651099, 6 код Москвы, 495. Дозвониться сложно. Тогда пишите на финам.ФМ. Там же идет и прямая веб-трансляция. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Юрий Глеб, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, первое, что хотел сказать, вот свою оценку. Простите, а как вас зовут? Алексей. А, Алексей, отлично. Вот, прошел этот год, и под конец этого года такое ощущение, что, конечно, все рушится, и вот эта скорость, знаете, как ком, она качится, качится, качится. И часто это приятное ощущение, несмотря на то, что последствия не предсказуем. Так. Вот, я что хотел спросить Глеба. Вот, он просто говорит достаточно такими абстракциями, но это его модель, да, я понимаю, что... Я понимаю, о чем он говорит, но просто хотелось услышать что-то конкретное, вот его такие прогнозы, ну, не в абстракциях, а конкретно, вот, и в какой временной перспективе он видит, да, то есть позитивный сценарий, да, и негативный сценарий. А вам, Юрий, не желаю, я... Мы очень сожалеем, что программа заканчивается. К сожалению, да, очень любили ее слушать. Надеюсь, что одумаются. Спасибо, спасибо. Эту тему мы не будем с вами обсуждать, а вот, Глеб Олегович, пожалуйста, на поставленный вопрос. Меня самого очень интересует этот вопрос. Я его обхожу не потому, что он мне ясен и звучит каким-то зловещим образом, значит, или настолько радикален, что его нельзя высказать в эфире. Проблема в том, что внутри, понимаете, вопрос в том, есть или нет в системе, сколь угодно несовершенный, какой-то, значит, блок, что ли, который ее распаковывает, который дает ей возможность коммуникации, дает ей возможность меняться в системе, управляемой демократией, которая всем так сегодня не нравится, а Путину, может быть, больше всех, такой был, как ни странно, был. Он назывался следующий президент. Он назывался, значит, сказать, программа, стратегия будущего, стратегия новой политики, привод во власть новых людей. И Путин первые восемь лет разделял эту концепцию. Но неудачная, во многих отношениях неудачная не только по вине, отнюдь не только по вине Путина и по вине Медведева, тоже президентство Медведева многое изменило. Этот блок в итоге был скомпрометирован, а после разрушен. Собственно говоря, аркировка была просто сообщением, что нет, нам внутри системы больше такого блока нет. Стабильность вечно. Вечно, ну, пока физически, так сказать. Она вечно, насколько хороша современная медицина. Особенно будет медицина через 6-12 лет. Все, что она может сделать, она будет затягивать эту стабильность. Значит, вылетело это звено. Мы продолжим. После краткого выпуска новостей здесь Глеб Павловский. Пишите, звоните господам. 19.47. Не будем терять времени. Здесь в реальном времени Глеб Павловский. Глеб Павлович, закончите мысль и пойдем дальше. Да, я закончу мысль, что, конечно, и в этой ситуации есть выход, причем я думаю, что и не один выход, один понятен. В этой отказавшись вносить, как бы, пускать в политику новую когорту людей, не важно каких, лучше, хуже себя, отказавшись от этого, Путин взял на себя обязанность, как бы, сделать это. То есть он теперь с поста президента, он фактически должен сделать то, что сделали бы выборы в другом случае. То есть он должен сам, и это уже значительно более тяжелое усилие, значит, поняв, что не может, не сможет управлять, не сможет властвовать в этой ситуации, он не сможет царить, если угодно, тем, кому нравится царь, потому что он выпустил гонщих, и теперь им управляют псари, вот, и псари скоро станут главными, а вовсе не царь, не царь, а псарь. Поэтому он сам должен сделать шаг очень непростой, сложный, не навстречу обществу. Он должен построить интерфейс, построить вот эту схему обновления. Если он может отказаться это делать, но тогда, во-первых, Россия, как минимум, в самом мягком варианте просто потеряет эти шесть лет, но я боюсь, что вариант не будет мягким, потому что общество же в какой-то момент не сможет это терпеть. И, кстати, в этой ситуации, где власть слабеет, она реально слабеет, ответственность ложится, я думаю, большее на общество, которое должно придумывать за власть. То есть общество может нивелировать возможные такие обрушения. Но это очень рискованная деятельность, потому что власть сказала, что всем, кто будет управлять инициативу, они окажутся там, где будет Навальный. А вот это опасно. У нас, кстати, все жалуются на дорогие деньги в нашей экономике. Но помимо старой кудринской философии, здесь появилось новое. Деньги дороги там, где высок страх, связанный с деньгами. И она не может, цена, это опуститься, потому что она внутри, это надбавка. Вот Путин должен снять, снять вот эту атмосферу запугивания, разрядить теперь, может, Путин. Но навстречу ему должно двигаться общество. Конечно, не соглашаясь с тем, что делает власть. Глеб Павловский в реальном времени на Финам.ФМ. Вечер добрый, как вас зовут? Алло. Добрый вечер, меня зовут Андрей. У меня, Глеб Палебович, следующий вопрос. Вот то, что он описывает события, у меня такое впечатление, что это происходит в европейской части Российской Федерации. Про губернаторов он сказал, а меня интересуют в этом смысле национальные регионы с их некой экстритериальностью. Что там могут быть за идеи в этой ситуации? Это раз. И второе, смена власти может привести в этой ситуации даже довольно спокойным, законным путем географии изменения страны. Спасибо. Да, спасибо. Я думаю, что начну со второго, что это надо понять, что это мы прошли, это мы проехали. Этой угрозы, как прямой угрозы нет, сегодня нет в стране ни одной значимой, значимой сколько-то группы эстеблишмента, группы населения большой, которая хотела бы оказаться вне пределов Российской Федерации, как территория, да, и что бы она там делала, интересно. Дальше вела переговоры с Пекином об автономии, значит, или с Ираном. Как вариант. Варианты там Сирии и тому подобное, значит, нет этой, поэтому нет этой угрозы непосредственно, она возникает именно там, где возникает дефицит власти. И дефицит яркий, самое яркое, конечно, проявление дефицита власти, это национальные конфликты. Они растут, поскольку людям никакие другие конфликты не оставлены, у людей нет возможности конфликтовать по поводу бюджетов, центрального и местных, по поводу, значит, лидеров. Власть просто, кстати, она не скрывает, что она вытесняет лидеров любых с политической сцены. Они там, они ей не нужны, их появление даже в официальных документах рассматривается как недоработка, но, собственно, как недоработка там губернатора региональной власти, значит, вот вылез какой-то, значит, там потомский, значит, сказать, и создал нам проблему. Да, но ведь лидер это и есть тот способ, которым, значит, люди, люди меняют как бы субъективное ощущение участия свое, они чувствуют, что от них что-то зависит. А если ничего не зависит, тогда надо кого-то бить, да, кто-то в этом виноват, тот-то желательно с заметными отличиями, вот. А вторая, конечно, власть совершенно, теряя управление, она теряет, над национальными республиками просто потерян контроль, потому что, особенно на Кавказе, там лояльность базируется только на бюджетных сделках, вот. Но, кстати, там тоже нет реального сепаратизма сегодня. Какой, зачем тебе сепаратизм, когда тут такой вот идут из Москвы эшелоны с деньгами-то, кто же захочет отделяться? Что за глупость, да? Да, значит, наоборот, как говорится, хочется доказывать лояльность. И, кстати, оттуда мы постоянно слышим, мы основа Российской Федерации. Да, основа теперь Российской Федерации. Естественно, возникает вот это вот, эти бюджетные, бюджетный национализм, я бы сказал, внутри страны, потому что регионы, которым не дают стать самодостаточными, не дают зарабатывать деньги реально, значит, у них, они связаны, значит, они требуют, дайте больше денег и уберите вот этих, которые забирают наши деньги. Достается шесть. Кстати, это самое вот, сюжет мне очень не понравилось, мне почему в пресс-конференции Путина сюжет про Новый Уренгой, где он фактически одобрил, значит, то, что город отрезал себя, закрыл для иногородних. Ну, выходит эта модель, он тем самым, понимает ли он, что он поощряет вот любое меньшинство национальное, вот как бы огородиться внутри страны и требовать для себя особых условий. Конечно, этнические лобби, они самые сильные, потому что они связываются с существующей этнической коррупцией. И это делать проблему не разрешено. К этому добавляется еще очень серьезная бизнес-составляющая. Я жил в таком городе достаточно длительное время. Это город мирный, вотчина компании Алроса. Это примерно то же самое, что Новый Уренгой, только с другого ракурса, да? И там спроси людей, вы хотите жить в закрытом городе? Сто процентов из ста, безусловно. А дальше идет спайка, которая не, кстати, инкорпорирует ничего извне. Там взращивается вот это. А плюс к этому поможете на национальную республику, которой является республика Саха-Якутия. Очень серьезный регион. Предлагаю сейчас в темпе венского вальса пойти, такого пинг-понга, потому что пять минут остается. Василий пишет, как вы считаете, какая вероятность того, что Навального посадят? Высокая, но не стопроцентная. Я бы дал, так сказать, процентов 70 за то, что посадят. И я думаю, поскольку власть теряет, так сказать, управление процессом, она набросала столько фальшивых обвинений на Навального, что в какой-то момент возникает вопрос, так что в чем дело? Почему выходит на свободе? Четыре уголовных дела, да. И, значит, либо надо снять и признаться, а это было бы хорошо, значит, сказать, что, извините, не подтвердилось, либо тогда они, скорее всего, ее посадят. А может быть такой вот вариант, что не подтвердилось? Не исключаете, да? Я не исключаю, потому что есть некоторый, небольшой очень процент разумных действий от Кремля, ожидания разумных действий существуют, поскольку мы живем в реальном мире, и экономический рационализм, это очень большая сила, он может переломить вот это состояние безумия. Вы в эфире, как вас зовут? Вечер добрый. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, меня Роман зовут. Вы знаете, я вот в таком потоке самолюбования Глеба Полоскова так и не понял. Он имеет какое-то отношение к идеологическому выстраиванию модели вертикали и управляемой демократии или все-таки нет? Только четко, да или нет? Да, я сказал уже, кажется, я сказал, да, я имею к этому отношение. Я даже горжусь этим и считаю, что эта модель оправдала себя в свое время. Но, значит, дальше разрушение этой модели вместо реформы, политической реформы, которую объявил Медведев и не решился начать. Вот, так сказать, вот это и источник наших проблем. Вас как зовут? Вечер добрый, вы в прямом эфире. Алло. Алло, вы в прямом эфире. Алло, добрый вечер. Да, добрый. Вадим. Да, Вадим. У меня вопрос к Глебу. Как можно прокомментировать отсеянных тех людей, в частности губернатора, который подтрекал, даже как бы угрожал в плане перед выборами? Это доработка? Удмуртия. Удмуртия, да. Или наработка. И хотя бы у Юрия спросить, чем это все дело закончилось? Спасибо. Значит, Единая Россия. В Единой России. Сейчас я очень быстро. Мне пообещали разобраться с Волковым, значит, и главой Удмуртии. Я жду ответа. Я жду ответа. Теперь Глеб Павловский. Это та единственная свобода, которая оставлена, одна из двух свобод, которые оставлены губернатором. Они могут обогащаться при условии лояльности и могут грубить на выборах. Они могут, значит, сказать, добиваться или, как это вежливо говорят в администрации президента, создавать безальтернативную ситуацию. Вот. Это поэтому мы видели, что происходило. Объяснения этого мы не слышали. И еще успеем звонок принять. Добрый вечер, если вы будете лаконичными. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Максим. Да, Максим. Хотел уточнить, что нет ли у вашего собеседника ощущения такого, что, в общем-то, у нас власть не изучала историю должным образом и забыла о том, что сильных и слабых правителей у нас частенько свергали свои же, собственно говоря, окружения. Спасибо. Да, спасибо. Я думаю, что в нашей власти читают книжки по истории, но плохие читают книги типа Романов Пикуля. И поэтому они не очень в курсе, действительно, ощущения того, что наши правители хотят испытать, значит, сказать, а верна ли вообще политическая теория, а верны ли уроки истории. Вот. Это в физике, как известно, в Чернобыле это привело к плохим последствиям, значит, сказать. А вот что будет у нас, посмотрим. Глеб Олегович, мне было крайне приятно с вами провести этот час. Вы последний гость в нынешнем формате реального времени, так что с наступающим вас. С наступающим. Огромное вам спасибо. Глеб Павловский, президент Русского института, был сегодня в реальном времени на Финам-ФМ. Действительно, вот в нынешнем формате предпоследняя программа. Завтра у нас с вами будет два часа большого реального времени. Ну, а буквально после краткого выпуска новостей мы с вами подведем итоги дня.